Твоим подписчикам и гостям, я Джетли, и я заранее извиняюсь за посторонние звуки, которые будут тут присутствовать, потому что я не могу запереть кошек в другой комнате, и они рвутся в эту... Я их запираю в коридоре. Да. Вот. Сегодня я вам расскажу одну историю, как мне звонили разводилок по телефону для того, чтобы... Ой, могут быть мои денежки, которых у меня, кстати, нет. Ну это я так, к слову, потому что, типа, мне тогда очень хотелось поговорить с кем-нибудь, и я такая, а давайте посмотрим, что это за вообще такая организация, что это вообще происходит, блин, в целом, почему мне звонят, и почему у меня пытаются украсть деньги. Вот. Изначально это произошло летом, это всё было летом, когда у меня было свободное время, и давайте начнём. Начнём уже, без предисловия. Короче, мне звонят по телефону, и говорят, типа, не хотите ли вы, чтобы ваши деньги начали работать? Там, типа, чем вы занимаетесь? Тарапары? Кто вы и как вы? Тарапары? Я, конечно, не рассказчик, но я плохой рассказчик, да, но я постараюсь рассказать всё именно так, как всё было. В общем-то, да, сейчас я, когда мне звонят подобные организации, говорю, что меня вообще это не интересует, отстаньте от меня, я студент, мне не на что жить, денег у меня никаких нет, а если бы и были, то, типа, я бы нашла им лучшее применение. И в некоторых случаях от меня отстают, а в некоторых они начинают, типа, ну вот, возьмите кредит, там, ещё что-то, ещё что-то. То есть их вообще не волнует то, что вы будете потом выплачивать этот кредит, то, что вы будете страдать из-за этого, и ещё прослеживайте деньги. Возможно, они думают, что они действительно выполняют какую-то высшую миссию, чтобы люди разбогатели. Но это не так, поверьте, это не так. На этом люди теряют деньги, на этом люди теряют здоровье, психику, друзей, родных и прочее. То есть если вам позвонят и скажут, что ваши деньги должны работать, и у вас есть какие-то накопления, да, и вы соберётесь, как бы, в это вкладываться, пожалуйста, во-первых, забейте, спросите, что это за организация. Спросите номер сотрудника. Но это так, я потом ещё к этому вернусь, потому что недавно мне звонили типа из Сбера, и вы пытались узнать мои данные. Я прям попала в какой-то список, где главным заголовком является «Разведи меня, пожалуйста». Но я на это не ведусь, и вы не ведете. Короче, если вам позвонят, вы, пожалуйста, во-первых, проверьте по общей базе, типа, что это за фирма, что это такое. Если вас начнут перенаправлять на другую фирму, типа, в эту фирму мы не можем такую маленькую сумму вложить, поэтому мы будем вкладывать её через другую фирму, да, или через другой сайт, типа, что это то же самое. Не ведитесь, пожалуйста, не ведитесь, не ведитесь, и не ведитесь никогда. Потому что от этого всё может быть очень-очень печально. А вам это вот, вам, лично вам, да, вам это не нужно. Да и никому не нужно. И будет хорошо, если вы ещё предупредите своих родственников, особенно старых пожилых людей, которые очень доверчивые и которые иногда заказывают по интернету, ну, не по интернету, а по телевизору всякие вещи, типа, утягивающего белья, который не работает, золотого кольца с топазом, там, какого-нибудь года царей за полторы тысячи. Ну, вы уже понимаете, чем это пахнет, да, типа, не может столько стоить такая вещь. То есть где-то здесь обман. Вот, короче, позвонили мне. Мы с ними побеседовали, они спросили, чем я занимаюсь, я говорю, я веду ютуб-канал. И там такие, опаньки, да вы блогеры, знаете, канал Дневники Хача. Вот, я не помню, как зовут этого ведущего, который на Дневниках Хача, типа, вообще снимает, да. Они такие, типа, я могу ему позвонить и попросить, чтобы он распиарил ваш канал. Вот вы хотите? Вот мне вообще, типа, не сложно помочь человеку, который вложится в то дело, с которым я работаю. Но, как бы, вкладываться в то дело, с которым работает человек, которого вы не знаете, это, не скажу, что сомнительно. Есть же инвесторы там для каких-то кафе, для каких-то франшиз. Но это совсем другое дело. То есть здесь вы не подписываете никаких документов. Здесь вы не имеете ничего, кроме честного слова, того, кто вас пытается в это во все втянуть. А без документов на это вестись нельзя ни в коем случае, вообще никак. Вообще не надо. Окей? Вот. И такой, типа, хотите, вас там прорекламируют. Типа, мне вообще не сложно, говорю, это сделают бесплатно. Они такие, да, типа, а чё, там, этот человек тоже вкладывается, я говорю, там, допустим, Амелена, там, ещё кто-то тоже в это вкладывается. Они такие, да, конечно. Я такая. Говорите больше. Ну ладно, это не суть. В общем, меня переключили на второго менеджера. И он меня вывел в скайп. В скайпе я спросила, типа, а чё за организация? Давайте мне ссылку. Киньте мне ссылку на эту организацию. Они такие, а, типа, вы хотите посмотреть, типа, чё это такое, да, куда вы вкладываете? Такая, да, хочу. Короче, скинули мне ссылку на одного из крупнейших... Блин, как же это сказать? Не инвестиционных компаний, а брокерских компаний, которые, в принципе, приносят деньги, да. Но они, понимаете, крупные компании, они не бегают за своими клиентами. Это клиенты бегают за ними, чтобы туда вложиться. И туда не вкладывают маленькие суммы, туда вкладывают от 200 тысяч. Потому что если вы хотите заработать реально, да, тут, на таких, как бы, ну, в таких сферах, да, нужно вкладываться не меньше 200 тысяч. Потому что только от такой суммы вы будете чувствовать какую-то денежку. Даже в банке под проценты особо маленькую сумму, чтобы на неё жить не положишь. Потому что, допустим, в Сбире у тебя процент годовых, вот 100 тысяч, да, по-моему, 2,5 процента. А это знаете сколько? Ну, примерно где-то 100 рублей в месяц. То есть вы, имея вот такую сумму, будете иметь вот такую сумму. На пивас, на пивас, просто на одну бутылочку дешёвого пива. Не крафтового, просто обычного. Ну, и не на одну, либо на три, да, там, старый мельник по 36 рублей по акции в пятёре. Не суть. Вот, я бы сейчас смотрю, да, хорошая фирма, ты рыб, рыб. И мне по скайпу говорят, типа, знаете, вот вы хотите вложить 10 тысяч, там такую сумму вложить нельзя. Мне чётко кажется, что если бы я хотела вложить и 60 тысяч, и 200 тысяч, они бы сказали, типа, ну, такую маленькую сумму там вложить нельзя. Поэтому мы перенаправляем вас на другой сайт, это дочерний сайт этой компании. И вот через него вы, короче, вложитесь, там раскрутитесь. Типа, мы вам будем говорить, во что вкладывать. Да, они действительно говорят, во что вкладывать, но это не моя история уже, да, окей. Мы вам будем говорить, во что вкладывать, три, пуры, пятое, десятое. Короче, вы займите деньги и уже перейдёте на эту фирму. Я такая, ну, окей, давайте ссылку. И мне кидают ссылку на Тиор Трейд. И знаете, что такое Тиор Трейд? Это полнейшее от Водилова. Просто полнейшее, полнейшее, полнейшее и полнейшее. Если вам изначально говорят, что типа, давайте вложимся в Тиор Трейд, говорите нет. Если вам изначально говорят, давайте вложимся там, три, пуры, говорите нет. Большие фирмы, помните, большие фирмы за своими клиентами не бегают. Они не звонят каждому встречному поперечному и не говорят, давайте вложим деньги, деньги должны работать. и типа «сделайте это немедленно, возьмите кредит, возьмите суду в банке, но вложитесь». Нет, нет, так не делается. Клиент сам ищет фирму, в которую ему вкладываться, либо заходит на сайт, либо приходит в эту фирму. Обычно, правда, делается через сайт. И, собственно говоря, с документами, со всем прочим. И вам это организовывают. Вот. По-другому никак. И уже на моменте, когда, типа, он меня начал подгонять, такой, типа, давайте зарегистрировимся, и вы вложили уже деньги, вы уже вложили, я начинаю включать дурочку, начинаю дубить. И под конец, когда регистрация еще не прошла, мне в этом подыграл мой галимый интернет, который у меня постоянно отключается, да? Я им говорю, «Вы знаете, связь плохая, связь плохая». И просто выключаю интернет. Выкрасилось. Потом они мне еще названивали, но их я номера заношу в ЧС. Правда, это не сильно помогает, поэтому я просто помечаю, что это спам. Потому что, когда вы заносите в ЧС человека... Я, честно говоря, не знаю, что там ему говорят. Возможно, что абонент у меня зовут доступ по сети. Трапары. Перезвоните позже. Но прикол в том, что они начинают названивать из Питера. Черт возьми, из Модагаскара. Такие номера я тоже не беру. Нет. Вот. А их номера обычно начинаются на 499, 495. В основном на 495. 499 это уже немножко другая отрасль. И это могут быть реально домашние номера каких-то людей. И знаете что? Мне позвонило уже три или четыре таких компаний, которые пытались мне сказать, «Ваши деньги должны работать». Я говорю, «Да нет у меня никаких денег». Типа, я сама живу так, что мне, типа, еле хватает. Ну, камон. Типа, вводите в мое положение. И они такие, «Ну, знаете что, возьмите кредит». Типа, вам разве не хочется жить лучше? Они начинают пытаться поймать вас на каких-то ценностях, типа семейной ценности. А хотите ли вы новую квартиру? А хотите ли вы новую машину? А хотите ли вы квартиру для своих детей? Или хотите ли вы обустроить свою квартиру? Или хотите ли вы просто улучшить свое материальное положение? Бесплатный сыр только в мышеловке? Возможно, это высказывание немножко не подходит к данной ситуации, к данной теме. Но, в принципе, это факт. Так что не ведемся. Также мне, кстати, звонили из Сбербанка. Но это уже совсем другая история. Скажу только одно. Если вам звонят и представляются какими-то менеджерами из Сбербанка, во-первых, обязательно просите код-менеджера. Код, номер, неважно. А во-вторых, говорите, что, знаете что, я вот сейчас позвоню в банк сама или сам и узнаю, что происходит, что вы от меня хотите. Окей, окей. Они могут начать выкобениваться, но сразу кладите трубку. Потому что дальше с такими людьми разговоров лучше не иметь. Ну, типа они умеют заболтывать. И если вы человек такой, которого можно заболтать, вы можете внезапно обнаружить на следующий день списание у себя всех оставшихся денег. Вот. Также говорю по вот этим вот инвестициям, брокерским компаниям. Если вы действительно хотите туда вложиться, то погуглите в интернете. Проверенные фирмы. Они есть целым списком. Также есть целый список мошенников, которые периодически пополняются. Есть сайты, через которые можно проверить, где находятся эти самые компании. Если они находятся на Курилах, возможно, сразу им стоит сказать нет. Если кому интересно, чем все закончилось, закончилось тем, что никто никого не развел, мне звонят по сей день, я их посылаю, они звонят с других номеров, я их снова посылаю. И, в принципе, все по кругу. Номера меняются, мой ответ остается неизменным. И я надеюсь, что ваш ответ таким фирмам тоже останется неизменным. Даже если они говорят, что можно вложить от тысячи, а у вас случайно где-то завалялось тысяча. Не стоит вообще рисковать. Лучше купите себе что-нибудь новое или своим друзьям, или если вам уж так хочется куда-то вложить эти деньги, вложите эти деньги в банк. Там хотя бы рубль в месяц, но он будет платить. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что терпите то, что у меня полно работы, я не успеваю снять видео, смонтировать и выложить. Ничего не успеваю, поэтому такие дела. Очень, я очень вам благодарна. Если вы поделитесь этим видео в соцсетях, у себя на странице, если вы есть ВКонтакте, да, там и прочее, и расскажете об этом родственникам и вообще всем, кого знаете, это будет суп. А вам я желаю не повызаться никогда ни на какие-то разводы, жить здорово, счастливо и чтобы вам на всё хватало. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!